Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь. Актуальность, собственно, этой ссылки сегодня еще выше, потому что традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник» состоится сегодня в 16.00 по московскому времени. Но обсудим мы на нем ту тему, которая, прежде всего, интересна вам. Поэтому обязательно участвуйте сегодня в опросе, в голосовании в нашем телеграм-канале. Выбирайте ту тему, которая вам интересна, потому что мне очень хочется, друзья, давать вам информацию, которая, прежде всего, вам интересна, которую вы хотите получить, услышать, поскольку эта информация необходима для принятия торговых решений. Ну что ж, давайте тогда к повестке сегодняшнего дня и вкратце, в двух словах, о том, что мы ждем на этой неделе. День сегодня обещает быть не слишком волатильным, потому что сегодня в США проничный день, день независимости. Но дальше по ходу недели два очень важных отчета. Это протоколы последнего заседания американского регулятора и данные non-farm perils по состоянию американского рынка труда, которые выйдут в пятницу. До non-farm perils еще будет статистика EDP, частная оценка общего состояния рынка труда. Соответственно, проанализировать эти данные мы просто обязаны, потому что следим за американской экономикой и уже, наверное, как и многие инвесторы и трейдеры, пытаемся сами прикинуть, насколько вероятен риск рецессии американской экономики. Но, судя по последним отчетам, я думаю, что вероятность рецессии в США очень и очень высока. Индекс доллара в районе 105 пунктов, друзья, нужно закрепляться выше. Я думаю, что после протоколов, либо после нон-фармов, мы сможем выполнить эту локальную задачу и увидеть индекс американской валюты над текущей планкой 105, которая на данном этапе выступает сопротивлением. Как далеко готов зайти в Паул с ужесточением денежно-кредитной политики? Уже время покажет, тем более, что июльское заседание совсем скоро. Я уверен, что ставка будет повышена в диапазоне от 0,75 до 1%, потому что того требует текущая экономическая конъюнтура и беспрецедентная инфляция. 8,6%, как вы помните, в США. Через неделю с небольшим выйдет отчет по индексу потребительских цен в США за июнь. И в случае роста показателя, скорее всего, американскому регулятору придется агрессивнее повышать процентную ставку. Куча отчетов тянется с прошлой недели. Индексы потребительского доверия, Мичиганского университета, конференц-борд, слабые данные по ВВП, личным расходам. И вот пятничный отчет АСМ в производственном секторе 53 пункта с 56,1. Тоже один из самых минимальных показателей за много и много месяцев. Друзья, если мне не изменяет память, по-моему, даже это минимум практически за два года. Понравилась аналогия, на бломбинге, что если отчеты по потребительским настроениям были легким уколом для инвесторов, то, соответственно, данные по личным расходам уже стали апперкотом, а нокдауном. Выступил последний релиз по АСМ производственного сектора. Ну, я немножко сомневаюсь в том, что прям такой уж нокдаун. Вот если пятничный нонфарм перлс разочарует, вот это уже больше тянет на такой мощный удар, который практически отправит американскую экономику в состояние нокаута. Ну, посмотрим уже совсем скоро этот релиз. Я, в принципе, согласен с тем, что американская экономика окажется в рецессии не только потому, что ФРС допустил такую возможность, а потому что история показывает нам, что в 90% случаев из 100, когда американский регулятор, скажем так, для круглых цифр за последние 100 лет ужесточил монетарную политику. Экономика скатывалась в рецессию, при этом мягкой посадки не было. Я думаю, что такая выборка позволяет все-таки говорить о более высокой вероятности реализации негативного сценария. Поэтому я индекс доллара покупаю, потому что знаю, что ФРС будет повышать ставку и на текущем этапе не заботьтесь о темпах экономического роста, потому что, по мнению ФРС, если наступит рецессия, это будет проблема в будущем. И в будущем вот ее уже будут решать. А сейчас нужно решать проблему насущную. Это высокая инфляция. Как ее решает американский регулятор, вы знаете. Ужесточает монетарную политику. И плюс ко всему доллар я также покупаю, потому что это лучший защитный актив. Вот почему, друзья, на этой неделе цель движения индекса доллара выше 105 или даже 105-50 пунктов. Доллар и иена все так же ждем в районе 137, пока не будет сигнала по интервенции, либо готовности японского регулятора отказаться от ультрамяк экономической политики. Но нет смысла не покупать доллар против иены. Поэтому здесь не нужно выдумывать какой-то новостной фон. Евро против доллара 1.04.28. Ждем сначала пробой поддержки 1.03.50 и потом уже предметное значение. Куча релизов с пятницы. Индексы производственной активности всех стран ЕС и валютного блока в целом. По Германии показатель 52 с 54,8. По еврозоне в целом тоже минимум за 20, по-моему, 5 месяцев 52,1 с 54,6. И еще, конечно, отчет по инфляции. 8,6. Показатель уровень инфляционного давления точно такой же, как и в США. Но в еврозоне будет еще хуже, точно, потому что цены на топливо продолжают расти. И в отличие от США, страны валютного блока более уязвимы к дальнейшему снижению цен на энергоносители. Это не самый достаточный регион. И регион, который не способен покрыть собственные нужды за счет внутреннего, локального производства, которое, конечно же, находится на смешных показателях. Поэтому ждем еще больше роста инфляции. Европейский центральный банк, судя по всему, не готов так же агрессивно повышать ставки, как Федрезерв. Собственно, на пресс-конференции в Португалии в центре глава ИЦБ Кристин Лагард дала понять, что повысит ставку на 25 байсных пунктов, но потом, скорее всего, возьмет проложительную паузу. Евро не на чем расти, поэтому давайте шортить и дальше. Фунт тоже, цель 1,20. Здесь можно прямо перечислять. Во-первых, это рост политической напряженности из-за непростых отношений в Северной Ирландии. Судя по всему, торговые отношения будут полностью разорваны. В Шотландии, возможно, проведут референдум, соответственно, отколятся от Великобритании. Инфляция 9,1%, рецессия, тотальное снижение заработных плат, покупательской способности, прогноз, что инфляция превысит 11%. Прекращение, друзья, газовых поставок в страны ЕС, это потенциально. Собственно, Великобритания допустила такую возможность, если в сентябре окажется так, что для удовлетворения внутренних потребностей не хватает сырья. Поэтому все газопроводы, которые сейчас транслируют сырье через инфраструктуру Нидерланд и Бельгии, эти газопроводы будут в вентиле закручены. И, соответственно, кризис, о котором мы ранее говорили, кризис аналитического характера для страны ЕС, может взрасти в разы. Ну и очень сильно могут дополнительно ухудшить соотношения между Англией и странами валютного блока. Поэтому фунт, на мой взгляд, здесь потенциально даже еще больший аутсайдер, чем европейская валюта. Рынок нефти 111 долларов за баррель. Помимо ограничения предложения в Эквадоре и Ливии, сомнения в том, что США смогут договориться с Ираном. Есть еще и признаки восстановления экономической активности в Китае. Вывод мы делаем об этом на основании последнего релиза по индексу производственной активности в Китае, который вырос до 13-месячного максимума. 51,7, 48,1. И последняя новость, тоже позитивная для рынка нефти. Bloomberg сообщил о том, что добыча нефти в странах ОПЕК+, в прошлом месяце, в тот момент, когда она должна была вырасти, сократилась на 120 тысяч баррель. Это тогда, когда рынок и так находится в состоянии дефицита предложения из-за выпадающих объемов поставок из России. Соответственно, друзья, ждем бренд выше 115 долларов за баррель. Еще, конечно же, американский фондовый рынок, который хоть и восстановился под закрытие прошлой недели, но все равно смотрит вниз. Чем больше будет говорить о рецессии, тем больнее будет фондовика. Цель 3500 по-прежнему актуальна. На этой неделе давайте поставим цель 3700 пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошие торговые сессии и недели. Увидимся сегодня в 16.00 по московскому времени. Всем пока.